К событиям в мире. Четыре дня вся Европа выбирала членов объединенного парламента. Для некоторых стран результаты выборов оказались настолько неожиданными, что действующим властям пришлось предпринимать экстренные меры. Где распустили национальный парламент, а где в отставку ушло правительство? Светлана Пенькова знает. Я здесь, потому что считаю, что это большой парламент. Это большой шок для демократии. Риски огромны. Это может стать поворотным моментом для демократических процессов. Эммануэль Макрон на улицы не вышел, но обратился к нации с экранов телевизоров. Он распустил национальный парламент и назначил новые выборы на конец июня-начало июля. По его словам, раз за ультраправых проголосовало большинство французов, им надо дать шанс не только представлять интересы Франции в Европарламенте, но и управлять страной. Это серьезные и трудные решения, но это прежде всего акт доверия, уверенности в вас, мы сограждане, в способности французского народа сделать самый справедливый выбор для себя и для будущих поколений, веры в нашу демократию. Если на местных выборах победит партия Марин Лепен, то влияние Эммануэля Макрона как президента сократится, в частности, в сфере экономики и некоторых других внутренних вопросов. В Бельгии премьер-министру Александру Декроу пришлось подать в отставку. Его либеральная партия также потерпела поражение. Теперь начнется формирование правящей коалиции. После предыдущих европейских выборов на это ушло 500 дней. В Германии ультраправая партия также победила центристов, поддерживающих действующего президента. А партии зеленых сдали позиции почти во всех странах. Меня разочаровывает, что зеленые выступили так плохо. Это единственная партия, которая на самом деле делает что-то разумное. Но граждане снова и снова бойкотируют и саботируют ее, потому что все хотят защитить окружающие в среду, но не за свой счет. На повестке теперь будут не вопросы экологии. Больше внимания уделят обороне, войне в Украине, иммиграции и экономике. Всего в Европарламенте 720 мест. Мандат каждой страны соразмерен количеству населения. Партии, победившие на местных выборах, войдут теперь в число депутатов. И в ближайшие пять лет будут определять основную политику Союза. Принимать или, наоборот, блокировать законы, которые имеют приоритет над национальными. И, конечно, продвигать интересы своей партии и своей страны.